То, что осталось с авторством, это о я. Я не пользуюсь лифтом. Во-первых, это полезно. В наш век люди совсем мало двигаются. Дети реже выходят на улицу, проводя время за компьютерами, а взрослые просиживают целый день в офисе, а потом еще час-другой в транспорте. Во-вторых, я живу в пятиэтажке. В-третьих, скоро закончится строительство моего частного дома, на который я копил целых пять лет. Мне больше не придется посещать мрачные серые и дурно пахнущие подъезды. Но вместе с тем, я и вовсе забуду существование лифтов. В-четвертых, я обманул. Во-первых, вовсе не является первоочередной причиной. Главная причина – страх. Это фобия, подкрепленная воспоминаниями, которые я, к сожалению, не могу посчитать страшным сном преследовать меня с самого детства. Тогда мне было девять, а моему двоюродному брату Коле десять. Он являлся сыном сестры моей мамы. Мы жили в девятиэтажном доме. Я на последнем этаже первого подъезда. А Коле на первом этаже крайнего подъезда. Подобная полярность проявлялась не только в расположении наших квартир. Мы и по характеру были антиподами. Я кроткий, неконфликтный, отзывчивый. А он агрессивный, задиристый и эгоистичный. Многие мальчишки его недолюбливали. Да, и я в том числе. Но нам все-таки приходилось с ним общаться и играть, так как по воле судьбы мы жили в одном дворе. Помню, тогда я с дворовыми ребятами играл в футбол. Оля редко принимала участие в наших матчах. Предпочитая слоняться по дворам, кидаться камнями в кошек и собак, звонить в квартиры, обижать малышей и дразнить бабушек. Словом, натуральное хулиганье. И еще мой брат любил стращать нас всякими небылицами. Например, один раз нашего соседа арестовали. Оля заявил, что скоро полицейские задержат вообще всех родителей, так как преступник сказал, что все жильцы его сообщники. Полная чушь. Там мы и не поверили. А кто был помладше, кто еще возился с куличиками в песочнице, вот те подняли воина весь двор, из-за чего образовалось внеплановое собрание разъяренных мамаш. Другой раз мы в подъезде увидели крысу, мелькнувшую у нас под ногами и скрывшуюся за решеткой подвала. Тогда наш сказочник принялся уверять, что подвал кишит голодными и бешеными крысами, которые ночью выйдут в подъезд, дабы насытиться, и никакие двери не остановят это полчища кровожадных грызунов. Еще один раз он загнал пятилетнего ребенка к болоту и сказал, что родители его не любят, и просили утопить. Это было чересчур, поэтому мы и побили у его братца. Впрочем, он и сам понял, что переборщил, поэтому обиду долго не держал. И вот я забиваю гол, обойдя финтами двух защитников. И счет остановился 3 к 2. Нашу пользу. Коллективным решением объявляется тайм-аут, а я припадаю к металлической сетке нашего стадиона и жадно впиваюсь в горлышко бутылки, наполняя свой желудок, как капитошку, и вдруг слышу. «Дима, Дима, иди сюда!» Это кричит мой братик, моя противоположность. Он не приближается к футбольной коробке, боясь нарваться на негодование остальных. «Что тебе?» – спрашиваю я. «Пошли со мной». «Куда?» «Да пошли, дебил!» «Я там тебе все покажу скорее, пока не пропала». «Да куда, придурок?» «Да идем, сука, скорее, мне нужна помощь». «Ладно, я пошел с ним». Мы зашли в Полин подъезд, дверь придерживалась куском кирпича, и я ничего не увидел. «И что?» – возмутился я. Попахивало очередным его дурацким розыгрышем. «Послушай, послушай меня». Я хотел попить воды, а из лифта вышел человек. А потом двери лифта неожиданно закрылись. Тогда он еще не успел выйти. И его разрубило пополам, понимаешь? Одна часть упала в лифт, и его двери закрылись, а другая упала вот сюда. Тут брат показал пальцы на пол. «А где же тогда эта половина? Где кровь? Ты думаешь, я поверю в эту херню?» Я считал эту тупой попыткой напугать, но все же заметил, что его лицо и правда выглядит испуганным. Бледность, широко раскрытые глаза, стекающие капельки пота. Все это и правда похоже на натуральный страх, но я не придал данным факторам никакого значения. Да и в полутемном подъезде не помогал даже свет улицы. Такие детали трудно разглядеть. Это уже в моих воспоминаниях появились яркие краски. Я не вру, этого мужика разрубил пополам. Я сделал задумчивый вид и посмотрел на дверь лифта. Наконец у меня появилась возможность отплатить ему той же монетой. «Может, он внутри? Давай посмотрим», – предложил я. «Давай». «Открывай лифт». Он громко взглотнул. «Почему я? А почему я должен тебе верить?» «Ладно», – обреченно произнес он, опустив голову. Полин нажал на кнопку, и кабина лифта показалась пустая и грязная. Я выждал три секунды, а затем толкнул брата в спину. Он залетел в пасть, а металлические челюсти сомкнулись аккурат за ним. И тут Колин начал бешено стучаться и кричать «Открой! Открой!». Его вой звучал, как настоящая агония. И я засомневался, что он просто хотел вдавна приколоться. Брат рьяно долбился в металлические стены, свои ловушки, будто его вот-вот раздавит несокрушимая сила. И я смутился, одолеваемо холодным сомнением. А вдруг он и правда испугался и нажал на вызов. Полин буквально выпал из появившейся щели, но не успел я опомниться. Брат уже поднялся и посмотрел мне в глаза. Пустота. Вот первое, что я вспоминаю. Зрачки их не было. Они не сузились, а растворились в том ужасе, который он испытал. А лишь зеленое озеро его радужной оболочки. Коша стала бесцветной пленкой. Поля развернулся и пошел вверх по лестнице, медленно и обессиленно. Ты что, правда налщила, но не смог закончить. Он показал мне средний палец и ушел. Потом я вернулся на улицу. Было бы мне как-то гадко и совестно. Таким я его никогда не видел. У него даже не хватило силы злиться на меня. Их поглотил страх. И лишь вечером я задумался. Куда он поднимался, если живет на первом этаже? Я хотел позвонить и извиниться, но так и не набрался смелости. Я не верил в историю и в лифте пожирателя, но понимал, что все-таки навредил моему брату. Заснул я с очень противовинным чувством. А ночью зазвонил телефон, трубку взяла моя мама. И я лишь слышал недоумевающие и сонные «Алло, алло», а потом все пропало. Утром мама сообщила, что звонили родители Коле. Оказывается, мой брат около трех часов ночи смотрел в глазок. Его обнаружил отец, направлявшийся в туалет. Мальчик не реагировал на оклики, и тогда мужчина дернул его за плечо. Тот упал в руки своего родителя. У ребенка была лихорадка. Всю ночь он горел и рассказывал, что лифт открылся и заливая яркий свет. И звал войти в кабину, а потом глазок и вовсе превратился в кнопку вызова. Возможно, это мой брат. И звонил ночью, предчувствуя нечто нехорошее. Неделю Коля пролежал дома, потом он позвал меня погулять. Мы сидели на гаражах, а неловко молчали. Ты извини меня за это, выдавил сквозь комок я. Моя мама разговаривала с тетей Мариной, которая живет на пятом этаже. Так вот, она рассказала, что к ней приходил брат, а потом он пропал. Он был одет в серые брюки и желтую рубашку с белыми полосками. До сих пор не нашли. И что же, мягко сказал я, чтобы не вызвать раздражение. Он повернулся ко мне и с отчаянием на лице сказал. Мужик, которого разрубил лифт, был одет именно так. А, понятно, я не хотел продолжать эту тему. Мне было искренне жаль, что и я так жестко пошутил над ним, но в историю я не верил. Ты мне не веришь, да, Коля? Начинал злиться. Давай не будем. Почему ты мне не веришь, а? Ведь я это видел собственными глазами. А где же тогда труп? Я не знаю. А как дверь, которую не могут разломать и тонкую палочку разрезать человека? Я не знаю, но я знаю, что чертов лифт убил его. Я начинал понимать, что он действительно считает это правдой. Ладно, давай откроем шахту лифта, заглянем туда, вдруг мертвец лежит там. Давай, брат приободрился, но боязнь продолжала приглушать его голос. Как мы это сделаем? Давай возьмем то бревно, что лежит во дворе. Вызовем лифт на первый, засунем бревно между первыми дверьми, а потом вызовем лифт на второй. Хорошо, только давай ты это. Он паник. Да, конечно. Это бревно осталось после работников ЖУ, которые пилили деревья у нас во дворе. Брусок был где-то 15-20 см в диаметре и 40 см в длину. Брат взял фонарик. Да, у нас ничего не вышло. Внутренние двери отказывались закрываться, пока не закроются внешние. Мы начали думать. В итоге решили вызвать лифт на другой этаж и попытаться открыть двери собственными силами. Тоже ничего не вышло. Более совсем отчаялся, к тому же больные воспоминания обжигали его психику. Ладно, давай я сбегаю за какой-нибудь палкой, может так получится. Он вызвался идти со мной, я понимаю, щеки оннул. Мы нашли кусок арматуру, я вставил пруд между дверьми и что было силу давил. Коля готовился запихнуть брусок. Давай, крикнул я, видя, что раскрыл дверь максимально широко и чувствуя боль в мускурах. Кусок дерева удалось поставить лишь по ширине ствола, а не по длине. Образовался узкий парайон, но это максимум, на который мы были способны. Ладно, давай фонарик, протянул я густую ладонь поля. Он покорно вручил мне оружие от ночных монстров, и я направил свет в открывшееся пространство. Перез такую мизерную щель трудно что-то разглядеть даже с прожектором, но я все-таки смог. Темень густая и всеобъемлющая заполняла помещение. Я направлял лучик в углы, но не видел стен. Шахта лифта была неестественно просторной. Я начал разгонять морок в центре. Сначала я ничего не заметил, но потом, по мере того, как я продвигался выше, появилась какая-то черно-красная субстанция, растекшаяся по полу. Она напоминала запекшуюся кровь, застывшую лаву и древесную кору. Эта гадость была испещрена кратерами, покрыта какими-то буграми, напоминающими пузыри и обвита мелкими жилками, словно это вещество во время древния бурлило. И тут в мой нос ударило зловоние. Странно. Почему такой резкий противный запах я не ощутил ранее? Ты чувствуешь это? Развернулся я в поле и зажал нос. Да. Складывалось ощущение, что здесь заживо гниет все население нашего дома. Но я продолжал осмотр. Чем больше я видел, тем становилось противнее. Неподвижная масса постепенно увеличивалась в объеме по мере продвижения луча. Она незаметно разрасталась. Что-то мелькнуло в свете фонаря. Мое сердце обжег холод, уколовшие затем пятки, а к спине прилипло покрытое ледяным фотом майкой. Я выронил фонарик, инстинктивно отбежав. Эй, это мой единственный, негодовал Поля. Предмет ударился обо что-то мягкое. Брат обнаружил меня в полнейшем ужасе. Что ты видел? Что там? Знаешь, давай не будем больше. Он понял, что я испытал то же, что и он. Да. Поля вытащил бревно. Все. Оставим. Я пойду домой. Он ничего не сказал, а меня это не волновало. С окаменевшими ногами и дрожащим позвоночником я направился к выходу. Кончики моих пальцев превратились в сосульки. Это блеснул глаз, голубой глаз. Я не страдал ни лихорадками, ни бредом, и лифт-призрак не звал меня по ночам. Через неделю я, кажется, совсем оправился, считая это дурным сном или игрой в воображение. После моего лета шло, как обычно. Я играл с пацанами в футбол, в войнушку, ходил на реку. С братом мы общались так, словно ничего не произошло. Из моего сознания вовсе могли выветриться тени. Наполненные дрожью и хладом мгновения. Но началась школа. Я перешел в четвертый класс, а поле в пятый. Один раз, возвращаясь домой, я увидел на бетонном столбе объявление о пропавшем человеке. Некий Андропов Александр Сергеевич. Он посещал свою сестру в нашем доме. А после этого его никто не видел. С фотографией глядел мужчина лет пятидесяти с потухшими усталыми глазами. Голубыми. А если бы этот случай стал последним напоминанием о тех кошмарных событиях, которые уже казались такими далекими и нереальными. Я встретился со своим братом по дороге из школы. Стояло начало октября. Прохладный, пасмурный день. Я разговорился с ним по братскому долгу. Он рассказывал о новых предметах, учителях. В общем, ничего примечательного. Рядовые разговоры. Зашли в его подъезд. И здесь мы попрощались. И я уже развернулся в сторону выхода, как услышал скрежет открывающегося лифта. Кто-то приехал. Но я не слышал гола. Оля вызвал. Но для чего? Я оглянулся. Могу поклясться, что секунду ничего не видел. Подъезд казался пустым. А лифт закрыт. Мгновение спустя я услышал дребезжание. И узрел металлические заслоны, разрубающие моего брата вдоль. В поле кричал, кровавый водопад заливал пол и обдавал алой краской пасти чудовище. Связка кишок вывалилась, и он изнывал. Все крики ада собрались его предсмертным крещендо. И вновь ничего, одинокий подъезд. Перед глазами закружился рой черных мух. Колени невольно согнулись, но я схватился за перила. В несколько минут я сидел, неспособный пошевелиться. Тело стало полом, а пустоту заполнил лед. Пряска, тошнота и тьма. Когда я почувствовал себя лучше, я остался, направился к двери Коли. Минуту пять я стоял, ощущая его слева от меня. Я ушел. Нам звонили его родители, он вернулся с уроков. На следующий день в школу приходил участковый, беседовал, в том числе и со мной. Но что я мог сказать, благо, что никто не запомнил, как мы вдвоем шли домой. Я сказал, что последний раз видел брата на перемене. Через несколько дней я решился. Я взял фонарь, нашел арматуру и тот самый обрубок. Скрыл лифт ногой, затолкнул полено и включил свет. Это зловонное месиво разрослось еще сильнее из-за полной всевидимой поверхности. Оно казалось чем-то засохшим и неживым, но я знал, что оно питается, растет и дышит. Я долго водил желтым лучиков, наблюдая лишь однотонную русскую массу, а потом зеленый глаз, родинка на левой щеке, часть губы. Это было лицо моего брата, то, что осталось. С тех пор я не пользовался лифтом. В 17 лет, когда закончил школу, я поступил в институт в соседнем городке, чтобы поселиться в студенческом общежитии. Подальше от этого проклятого дома. Затем я твердо решил, что буду жить в частном доме, а квартиры снимал исключительно в домах без лифта. И вот совсем скоро я перееду в свой собственный дом, где не будет ни единого напоминания о том, что осталось в той панельке. Те далекие, покрытые дымкой ужаса квартиры, стали шрамом на моей памяти. Шрамом, который периодически воспаляется и кровоточит.